всех приветствую себя на канале я до сегодня мне принесли еще один холл и два-три дня назад я выкладывал видео восьмого это тоже huawei по 8 но немного другая модель ли ты али и чтобы l21 кодовое название телефона можно прочитать вот здесь конструктивно не знаю что с характеристиками но конструктивно он явно отличается от того по восьмому которая выкладывал 2-3 дня назад отличается задней крышкой отличается конструкции дисплейного модуля того дисплейного модуля помнится мне разъем был с одной стороны разъем тачскрина соединился в шлейф дисплейного модуля здесь же как видите сверху у нас разъем тачскрина внизу разъем дисплея одинаковые размеры у них не знаю что там характеристикам тач реагирует вроде бы вот немного другая конструкция каркаса как видите там была полная крышка алюминиевая здесь у нас по-моему еще не знаю не разбрал мне кажется здесь у нас идет верхняя крышка потом рамка вот это средняя металлического цвета хотя по моему это пластик здесь вот под верхней стеклянной заглушкой тоже непонятно возможно стоят винты подзарядил немного телефон 6 процентов вполне достаточно чтобы заменить проверить новый дисплейный модуль и так и так здесь у нас еще стоит рамка то есть нужно будет снимать нагревать давайте посмотрим что можно с ним сделать исходя из опыта огромного количества разобранных телефонов отстеги пытаясь отстегнуть крышку давайте доставим слот и сим-карта по моему две сим-карты этого телефона один слот сим-карты любой слот карты памяти и так аккуратно отстегиваем крышку тот холла и по 8 мне кажется с алюминиевой крышкой был немного посоление возможно что он дороже в цене крышка на клипсах плюс двусторонний скотч я слышу отклеивается аккуратно снимаем не оставляя следов так вот здесь я думаю у нас под стеклянной заглушки находятся винты я подозреваю сейчас мы ее прогреем снимем да не идем дальше походу здесь стоят винты да не идем дальше походу здесь снимаем аккуратно поднимаем я вижу винтик но... помоему он Не влияет на крышку. Да, не стоило снимать эту заглушку. Поставим ее обратно. Теперь вы об этом узнаете. Итак. Смотрим, что у нас здесь. Где у нас что находится. Вижу батарея, разъем. Разъем, шлейф батареи. Не интересовался сколько стоит данный дисплейный модуль. Я думаю, что та же цена. Плюс-минус 5-10 евро. Внутри я вижу совсем другая конструкция. Другая заглушка стоит. Другой шлейф батареи. Внутри конструктивный телефон также отличается от предыдущего P8. Винтики одинаковые пока. Снимаем заглушку. Отстегиваем батарею. Отстегиваем большую CU. Отстегиваем газу. Так... Так, это у нас разъем дисплея, тач подсоединить нам не представляется возможным. Давайте вкручиваем, если батарея у нас осталась. Так, ну дисплей работает, тач мы не проверим. Поэтому, можно отключаться уже, у меня садится батарея. Итак, отключаем батарею. Включаем дисплей. Дисплейный модуль не проклеенный. Будем проклеивать. Здесь, я бы сказал, все посложнее намного. Вижу уже по конструкции. Чемнотую модель. Итак, разбираем, снимаем системную плату. Дисплейный модуль. Дисплейный модуль. Дисплейный модуль. Винтики пока что все одинаковые. Здесь, по бокам, у нас винты на Т5. Доставка на Т5. Их бутылка. С навчетной. Но, можно сказать, дни какие-то дни. Дисплейный модуль не будет введен. У нас подвески. У нас большая еблка. Дисплейный модуль. полупластиковая. Это у нас заглушка, боковые кнопки, кнопка включения. Отсоединяем. Эта хрень вы уже все узнали, все видели видео в ютубе, все уже поснимали себе эти распознаватели. Давайте снимем нижнюю мудро. Здесь надо запомнить стандартный крестообразный винтик и четыре нижних винта на Т5. Два верхних и четыре нижних. Заполнить будет несложно. Снимаем антенны модуля. Пора снимать системную плату. Внутри все открутили. Здесь гнездо зарядки. Входит в рамку. Нет, не входит в рамку. Клипсы вижу. Отстегиваем аккуратно. Здесь верхние клипсы стоят. Здесь извлекаем системную плату. Вот он, наш разъем тачскрина. Включаем фен. Нагреваем. У меня стоит температура воздуха. Удаляем. 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 Продолжение следует... 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 Чищаем поверхность. Неплохо сохранился верхний скотч, жаль, что только верхний скотч можно было нагреть и посадить на него полностью по периметру, ввиду того, что тач был сильно разбит, конечно же. Продолжение следует... Итак, очистили поверхность, проклеиваем, проклеиваем, проклеивать будем, скорее всего, дисплейный модуль. Надеюсь, тач рабочий, потому что я его не проверял. Нужно, конечно, проверять сейчас. Правильнее было бы поставить тач до проклейки, проверить его. Но я почему-то уверен. Видно по качеству дисплейного модуля, какого он качества, рабочего он либо нет. Почему-то редко ошибаюсь, поэтому не буду я проверять. Если же вы заказали дисплейный модуль на какой-нибудь из страниц в интернете, то, конечно, обязательно надо будет проверить до снятия пластика. В противном случае, если будет брак, то он его просто не вернут, не поменяют. Это дисплейный модуль я заказал. Мне принесли из наших... У нас тут на радиорынке находятся наши склады, где всегда можно поменять, вернуть. Поэтому не всегда трачу время на проверку дисплейных модулей. Если бы я заказал с интернета, то, конечно, бы... Заклеили вверх. Боковины очень тонкие. Давайте проклеим. КОНЕТСКИ 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 Продолжение следует... Можно эту полоску заклеить с другой стороны. Продолжение следует... 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 Так, верхний модуль. Застегните в клипсы. Вот здесь вот одна металлическая. Здесь вот. И такие же два чёрных винта у нас шли вот здесь вот сверху. Слот сим-карты, карты памяти. Так. Не поймал, где у нас что стояло. Одинаковые по размеру. Так, вот здесь у нас слот карты памяти. И вот здесь у нас слот сим-карты. Пристёгиваем батарею. Ставим среднюю заглушку. Так, она у нас была под антенной модулем. Всё попробую засунуть. Всё, дальше уже сложно будет что-то перепутать. Все винты у нас одинаковые. Крестообразная шляпка. Поэтому смело закручиваем. Собираем. Давайте включим смартфон. Пускай пока загружается. Зараз проверим тач. Надеюсь, он работает. Приветственная музыка Хоу. Все работает. В общем, я и не сомневался. В общем-то, на этом всё, друзья. Ещё раз, это был Huawei P8. Модель Lid Ali L21. Такое вот название замороченное. Так. Последний винтик. Делаем крышку. И возвращаем телефон к клиенту. С вами был Дов. Всем спасибо за внимание. Всем удачи в работе. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!